адаптер издает легкий щелчок и больше не реагирует почему так происходит в машине есть у беде разъем 16 контактный казалось бы куда столько проводов ну массы две ладно окей плюс один к линия л линия кан ш х и кан лол все ну куда все остальные это идут вот это я так на всякий случай так вот почему выходит из строя адаптеры по крайней мере раньше так было то что производители не могли между собой договориться куда какой контакт выводить в итоге сканеры просто дохли но только не автоком потому что у него целая релейная плата есть если он к мерседесу обращается он обращается вот на седьмую ногу конкретно все остальные он отключает просто если он обращается там к тойоте он выводит сигнал на еще какую-то ногу и только по ней работает то есть все остальные он не видит и отключает что касается современных сканеров они уже эти защиты все давно игнорируют у них уже этого нет внутри я не просто дохнут при неправильном подключении точнее вроде подключение правильное убеди 2 убеди 2 подключаемся адаптер дохнет вот но это было раньше сейчас уже все не так почему же на современных автомобилях казалось бы приезжает новенькая только с салона там киа рио включаешь туда свой сканматик человек на прошивку приехал адаптер издает легкий щелчок и больше не реагирует почему так происходит сильно переживать по этому поводу не нужно в конце ролика я скажу как с этим быть все очень просто но тем не менее вы должны знать об этом то что сейчас существует подстава то есть на новых машинах конкурирующий автосервис меняет местами плюс-минус поцелает к вам типа клиента на самом деле своего друга у вас горят адаптеры ноутбуки горят кстати говоря вот тоже такое бывало и это в основном кстати в россии то есть когда я еще там жил а это 2018 год у меня последний там был часть 2019 ладно вот уже такая практика была и сейчас она все больше и случается люди друг друга ненавидят ненавидят мастер-клиента клиент мастеров и все друг друга хотят наподлить не факт что к вам подослали какого-то засланца скорее всего он просто не понравился в соседнем сервисе и ему решили такую подляну сделать а перекинулась она на вас вот то есть таксистом обычно такие фишки ставят жлобам там ну понятно да то есть кто там деньги не особо хочет платить катается по всем сервисом подряд где подешевле вот таким ставят короче такие вот подленки и просто сервисы друг друга подставляют мастера друг друга подставляют вот такая вот есть вещь я уже с этим не сталкивался шесть лет уже то есть так как я уже в турции здесь такого нет наверное это на грани фантастики что-то было бы но тем не менее ладно старая эта машина все равно есть то есть туда просто так допустим свой новенький сканматик 2 pro хоть и китайский но я не буду туда вставлять а в таком да можно эта штука не горит никогда в жизни у него защита и по питанию и защита всех линий и так далее то есть его спалить невозможно если только очень постараться я не знаю но тем не менее мы же им не прошиваем у нас же канал про чип тюнинг мы вставляем как правило что сканматик 2 pro там или кес или китак него на китак нет 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 и так это на столе уже мы сначала же диагностируем машину то есть мы вставляем в любом случае сканматик 2 pro по привычке и он просто тох делает как эти говорят тох 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 кавказцы говорят так сейчас я вам покажу простую вещь которая вас избавит эти от этих проблем решение проблемы очень простое в любую машину сперва прежде всего подключайте елмку обычную елмку за 10 долларов или сколько она там стоит неважно самую дешевую проверяйте если тупо связь прочитайте ошибки и все хватит и тут кстати тоже подстава может быть вы подключили елмку она что-то ничего не с и не прочитала не соединилась вот таки думаете ну наверно плохая вещь надо подкинуть launch или там автоком а лаунч у вас пок и тухнет так что тут тоже надо обращать внимание а почему елмка не соединилась в чем проблема елмка всегда со всеми машинами соединяется всегда да она там кроме ошибок прочитать ничего не может допустим хотя последнее время последнее время ей уже и сервисные функции делаю то есть отключение пищалок ремней безопасности вот русификация панельных приборов панели панели приборов сервисные функции ну разные разные то есть у неё же функционал очень большой появляется но тем не менее если она не соединилась это вот будет признаком того что что-то там не так и если она не соединяется с телефоном скорее всего адаптер тохнул вот и что-то там не так поэтому берите две елмки вот если вот эти огоньки перестают гореть значит кто-то вам нагадил или нагадил клиенту этому конкретно не конкретного может быть клиенту вот такая простая такое простое решение вопроса будьте внимательно и имейте привычку все-таки ходить всегда с елмкой в кармане а лаунчи а утели которые за 200 там 300 тысяч рублей на покупали сканматики и так далее эти все оборудование берегите потому что никто вам их по гарантии не отремонтирует будет печально вот так что имейте ввиду вот такие вещи елмка как всегда спасает и выручает хочу предостеречь тех кто так делает меняет плюс на минус на колодке диагностики да вы можете это незаметно сделать но давайте так во первых аллах все видит и тем кто несправедливо пострадал аллах все равно вернет его удел то есть для тех кто не понимает что такого удел это ну так скажем прибыль да то есть то что человек должен получить он получит он получит свое он возместит вы не помешаете его работе никак создав временные трудности под лямку так скажем ваши проблемы вы все равно не решите к тому же получите возмездие до от аллаха субханова тоаля но это что касается чисто человеческих таких я не знаю как это объяснил от обычным ребятам до этом не верующим ну ладно неважно то есть вы все равно короче говоря ничего не добьетесь второй момент заключается в том что вы не знаете кому вы нагадите и человек допустим какой-нибудь гаражник вам ничего не сделает вы останетесь как бы ухмыляться своей проделки будете радоваться бегать что вы кому-то нагадили вас получилось это сделать но данная машина случайно может попасть в большой крупный автосервис где очень влиятельный хозяин который вас не оставит вот во первых найдет кто это сделал во вторых вас не оставит после этого то есть подумайте прежде чем так делать по двум причинам как минимум который я назвал то есть так делать ну не надо да бывает клиенты такие скажем очень неприятные которым хочется прям нагадить и так далее но этот же клиент поедет куда-то в автосервис другой то есть вы получается не ему нагадили какому-то другому человеку поэтому прекращайте вот эти вот проделки вам это ничего хорошего не принесет не забывайте приходить на наш телеграм-канал подписываться здесь я выкладываю самые интересные и полезные и нужные вещи например справочная информация по pcm флешер это купленная платная справка и расширенная версия между прочим вы такой нигде не найдете кроме как у нас курсы по ремонту блоков правления бензиновая дизельная выкладывал рабочие программы проверенные для оборудования программки различные синхронизация вот блоков например флешеры бесплатные которые с колойником допустим работают распиновки разные распиновки выкладываю электросхемы настройки оборудования там инструкции разные бывают опять же программы по airbag дилерские программы для диагностики автомобилей например вот по фиату да вот рабочая программка по general motors программка рабочие прошивки выкладываю тоже бесплатно ну и так далее вот по редактору веналс часто спрашивают как научиться редактировать прошивки самостоятельно вот пожалуйста бесплатный редактор сам то есть можно скачать установить себе на компьютер урок уроки точнее да на русском языке вот программы по отключению иммобилайзеров справочник по ремонту и б.у. калькуляторы ну для всего вообще то есть тут написано для чего если не разбираетесь почитайте вот и так далее и так далее и далее на этом все всем ассалам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху всем счастливо